15 метров 17 сантиметров я результат помню можно ли было показать результаты выше да вот но тут получилось как я закончил институт и надо было выбирать или профессии или спорт а так в принципе была подготовка можно было достаточно далеко за 7 прыгнуть и здесь уже можно было к 16 прыгать вот на тренировках уже близкие результаты были тогда таких кубков мира мировых соревнований не было за который там килограмм золота давали или машину с деньгами поэтому я все-таки решил что надо семью содержать надо стремиться вперед и пошел работать на завод и со спортом завязал кто хотел эту перспективу видеть в будущем спорте они ее видели ведь вот первый мастер по десятиборью михайлов да у нас он действительно стремился к этому он действительно посвятил этому жизнь да он стал мастером спорта по десятиборью саша косынка мастер спорта по легкой атлетике с барьерами 110 да он тоже к этому стремился и тоже стал мастером спорта он доктор наук профессор последствием совершил геройский поступок он поехал на Чернобыль самостоятельно, добровольцем. Поехал на Чернобыль, заодно там испытывал свои приборы, которые в условиях радиации должны работать, помогать людям. Но я прекрасно помню Костю Михалкина с технического университета. Мы сейчас иногда встречаемся. Это было очень хорошо, это такое сообщество легкатлетов. Поэтому тот, кто стремился, и это, да... Но я хочу сказать, что ни Стадников, ни Косенко, ни другие, они не считали, что эта спортивная карьера это их будущее. Они не считали так. Как спортсмену не удалось, но мечта в жизни была побывать на Олимпийских играх. Да, мечта такая была. И я очень рад, что она осуществилась. Поехали именно все те, кто любит легкую атлетику, кто любит бокс, кто любит борьбу, все тот, кто любит спорт. В большом его понимании. Так? Вот. И я хочу сказать, что я вот уже тогда заметил многие вещи, которые мне не очень понравились, и я потом перестал ездить на Олимпийские игры. Ну, во-первых, неравноценное отношение ко всем спортсменам. Значит, вот американский молотобоец, молот метает, да? У него не получается. Никак вот он, молот не метнет. Он уходит из сектора за трибуны. Это запрещено правилами. Если он ушел из сектора за трибуны, он не имеет права продолжать занятие. Что он там делал за трибуны? Мы не знаем. Он возвращается, кидает и первое место. Значит, нарушение правил, это все не очень нравилось. Ну, и потом чувствовалось определенную дискриминацию. Люди первого сорта, англосаксы, а все остальные, это чувствовалось. Ну, я хочу сказать, что я, конечно, очень болел за Олега Саитова. У меня фотоаппарат был, длиннофокусный объектив, все, я снимал, как он боялся. Мне очень хотелось, чтобы он выиграл, чтобы это была золотая медаль. Он выиграл, все. Я ему потом подарил этот альбом, где он весь этот финальный бой за звание чемпиона мира, чемпиона олимпийских игр по боксу. Много медалей и хорошие медали высокого качества. Ну, я считаю, что, во-первых, это было заложено еще и раньше. Тут стесняться нечего. Именно с советской школой подготовки спортсменов высокого класса. Вы знаете, прекрасно, у нас были сборные Олимпийского резерва, у нас были школы Олимпийского резерва, у нас тренеры были, самоотверженные люди, которые работали и готовили спортсменов. У нас была целая иерархия отбора, у нас были соревнования района, города, области, республики, Советского Союза. И на этих сторонах везде отбирались. Были сборы перед этими соревнованиями. И ведущие тренеры, когда ты уже выходил на уровень сборной в России, на соревнования в России, они уже присматривались и видели, кто перспективный и по достижениям, которые у него есть уже, и по основным антропометрическим данным. Способен он прыгать дальше, легче, как, что. Поэтому я считаю, что здесь большое значение имело то, что был фундамент заложен при советской власти. Вы знаете, вот нет, не щемило. Потому что вот мы должны понимать, что все познается в развитии, в сравнении. Дворец спорта будет не то, дворец спорта будет новодел. Мэр города, Олег Борисович Фурсов, он сразу пошел на встречу и сказал, что памятник Высоцкому, автор Шемякин Михаил Михайлович, будет демонтирован, упакован и спрятан в хранилищах для того, чтобы потом восстановить. И так же доска мебральная. Сразу сказали. Но если ремонтировать тот дворец спорта, то все равно мы должны крышу всю снять. Всю крышу снять. Опоры некоторые снять, еще что-то снять. Мы должны снять всю оснастку, потому что она устарела, она энергоемкая и так далее. Мы ее должны всю заменить. И получается новый дворец спорта. Так что тогда возиться? Затраты там больше, чем снести и построить новый современный дворец спорта. Ну, придется немножко редактировать наши позиции. Да, здесь был дворец спорта. Он стоит на месте того дворца спорта, где выступал Владимир Семенович Высоцкий. И мы с радостью его слушали. В свое время президент или генеральный директор авиационного завода Хасис Лефаронович забыл. Он вышел с инициативой проводить кубок губернатора. И многие затраты, тогда завод работал достаточно, они взяли на себя. И мы этот кубок проводили. Все там встречались, обсуждали развитие легкой атлетики и все остальное. Вот Заворин, тогдашний министр спорта, очень энергично это все поддержал. И цель была кубка губернатора показать молодым спортсменам, к чему надо стремиться. Вы знаете, у нас же много школ легкой атлетики в Чапаевске. У нас прекрасная школа легкой атлетики в Куйбышевском районе. У нас в селах есть прекрасная школа легкой атлетики. Они привозили детей, и дети смотрели на высочайшие достижения. Понимаете, смотреть, когда в Самаре, в спортзале, человек прыгает в высоту на 2.30. Где они еще, когда это увидят? Только по телевизору это не то впечатление, когда он рядом с тобой разбегается и прыгает. Или как рекордсмен мира в тройном прыжке прыгает 17.76. Да? Это не прыжок на 17.10. Это даже не прыжок на 17.30. Человек как бы летит над землей. Вот. И, конечно, это огромный, поэтому ставилась позиция воспитания. Когда обратились вот к Джонатану Эдварцу, ну, Заворин обратился официально, все. Он говорит, нет, я не поеду, там никаких денег не надо, какие деньги, ну, 10 тысяч баксов вы предложите, что это? Ну, видно, состоятельный человек, Тем более, у меня тут школа, он тоже ведет спортивную школу там у себя. Вот. И когда ему Заворин сказал, ну, это же для детей, зрители, дети, он говорит, все, никаких денег не надо, мне только дорогу оплатить, я приеду, я выступлю, все это. Но, вы знаете, наряду с чувством гордости есть чувство сожаления и горести. А почему вот формат соревнований изменили и перестали такое соревнование проводить? Мы же вошли в мировую элиту. Кубок мира, в Кубке мира наш турнир был в зачете Кубка мира. Мы это потеряли. Люди не могут увидеть высочайшее достижение легкой атлетики ни в прыжках в длину, ни в прыжках в высоту, ни в тройном прыжке, ни в толкании ядра. Что мы еще там? Бег 400 метров, бег 60 метров. И я очень сожалею. И вторая позиция сожаления. Мы увлеклись. Значит, вот ледовых дворцов много, всего много. Это правильно, я не отрицать, это нужно делать. Но почему легкой атлетической манеж? У нас же прекрасный проект есть, все есть. Почему не построить? Легкой атлетики, почему опять они, почему мы хоккеисты-хоккеисты? Легкая атлетика дает больше всех медалей на Олимпийских играх. Хоккеисты дают одну медаль в зимних играх, а легкая атлетика больше 40 медалей дает на летних Олимпийских играх. Мы сейчас должны всячески поддержать Андрея Тихонова. Он по складу характера лидер. Он чемпионский парень, понимаете? Вот когда он пришел к нам в команду Крылья Советов, в бронзовую команду, он же сказал, ребята, не надо играть на то, чтобы остаться выше лиги. Надо играть на то, чтобы быть впереди. Мы сильнее, мы должны быть впереди. Да? Вот как тренер я сейчас вижу, он от матча к матчу команда становится все разумнее, все сильнее, все грамотнее. И уже атаки у нее более такие вот осмысленные, игровые, против которых не могут противостоять даже такие команды, как Локомотив. Вот так вот. Поэтому первое, мы не должны, а всячески должны помогать Андрею Тихонову. Это первое. Дальше мы выходим в Премьер-лигу. Не надо сразу вот, ну и вперед. У нас ресурсы не позволяют набрать таких игроков, как Зениту, допустим, или Локомотиву, или Спартаку, или ЦСКА. Нет, надо сначала укрепиться в составе, все и, допустим, там в первой десятке. Пусть даже девятое место, пусть десятое. Но укрепиться, наигрывать состав. Поэтому вот не надо мешать, а надо всячески помогать. Новый стадион, это хорошо. Это приток зрителей, это все. Но я думаю, что вот все матчи проводить на новом стадионе, если там будет девять тысяч зрителей, это неправильно. Тогда лучше проводить на Металлурге часть матчей. Вот. И другая позиция. У нас вот, в отличие от зарубежных болельщиков, у нас какая-то очень неприятная позиция. Вот понимаете, когда за рубежом клуб начинает проигрывать, ну вот я в Англии, в Англии, за Манчестер и Найтон болею. Они все идут на стадион болеть и поддержать свой клуб. А у нас наоборот все. Все. Нет. Вот мы, как 12-й игрок, да, мы должны понимать, что мы нужны им, когда им трудно, когда им тяжело. И я считаю, что вот сейчас мы должны, поддерживая нашу команду в выходе ее в Премьер-лигу, мы должны приходить на стадион, радоваться вместе с игроками, вместе с болельщиками, вместе с властью нашим победам и двигаться вперед. Нет, у меня сомнений нет. Я, нет, нельзя, его не построить нельзя. Все. Непростое дело содержание такого стадиона. Говорить о том, что он окупится, это тоже не совсем. Мы понимаем, что вот есть стадионы, ну, в собственности, допустим, Челси Абрамович, да, она в собственности клуба Челси, в собственности Манчестер Юнайтед, но они по 65 тысяч зрителей, а от Челси вообще 100 тысяч зрителей, и они полны, да, и билет это, самый дешевый, это 300 фунтов стерлингов, да, деньги немаленькие. У нас такими ресурсами обладает только Галецкий, это Краснодар, только он обладает. Он и стадион построил, и он понимает, что он никогда не окупит свой этот стадион, но это у него клуб, это капитализация клуба и так далее. Но и на стадион много народу у него ходит, но и там жителей больше. Тогда давайте рассуждать экономически. А где наш зритель? А наш зритель это и Чапаевск-Отрадное, и Сызрань, и Тольятти, и Самара, Красноярский, Волжский район, Кенель. И вот тогда мы должны выстроить логистику посещения этого матча. И здесь очень многое зависит, не только от дорог, вот которые мы сейчас строим, и коммуникационно, очень многое зависит от железной дороги. Вот когда был у нас стадион Динамо, мы с вами ходили туда, вот еще, я первый матч ЦСКА с Крыльями Советов, я там смотрел, в 62-м году, да, дождь со снегом. Так вот, электрички из Чапаевска, из Сызрани, а там же все рядом, они прямо на вокзал, и с вокзалом пешочком на стадион. Вот, поэтому сейчас надо коммуникационно продумать очень серьезно вот эту логистику. Металлург тоже вроде Средневоское там рядом, да, а уже с электрички не было людей, ни с Чапаевска, ни с Сызрани, ни откуда. А здесь были болельщики. Поэтому сегодня вот в клубе должны быть люди, которые и в спортивном министерстве, которые будут обсуждать и внедрять логистику для наших спортсменов. Вопрос очень сложный. Вот что, не строить эти дворцы спорта и ждать, когда вот подойдет база эта, подойдет база эта. Нет. Надо строить. Рабочие места должны быть подготовлены раньше, чем получается специалист. Специалист должен видеть, на какое рабочее место он приезжает. Поэтому строить надо и строить правильно надо. Вот, может быть, действительно имеет смысл темпы строительства снизить, а больше ресурсов направить на подготовку кадров. Другое дело, что содержание их сегодня многим муниципальным округам не под силу. Не под силу. Вот здесь мы должны, четко работая с бюджетом области, определиться, где и как мы будем их содержать. Или это будет, фондодержателем будет областной бюджет, и областной бюджет будет содержать. Или, что я считаю более правильным, областной бюджет будет давать субсидии, субвенции, это безвозвратные деньги, на содержание вот этой базы. Так? Вот. Это первая позиция. Вторая позиция. У нас есть факультет спортивный, да? Все нормально, все отлично. Пусть он готовит тренеров. Теперь есть где им работать. И хоккейном, и волейбольном, и баскетбольном, и борцы. Все. Там, кстати, декант у нас тоже, боксер, да? Значит, вот это их задача, и они должны ее понимать. Они должны сегодня уже, вместе с проректором, который тоже сам спортсмен, должны разработать четкий график, кого они готовят, в соответствии с потребностями вот этих объектов. Да? Где? Что? И кого они готовят? Это вот первая позиция, и она должна быть ими решена. А вторая позиция – оплата труда. Оплата труда может быть какая-то средняя позиция, но если ты готовишь, и человек потом идет в школу олимпийского резерва, потом это, ты должен, конечно, немножко другую зарплату получать. Вот сейчас, сейчас и продолжать надо строительство, но надо уже думать, думать и составлять график подготовки тренеров по тем видам спорта, которые вот потребность уже возрастает. Понимаете, очень много в селе талантливой молодежи. Есть двухметрового роста, детина, да? Вот, парень в девятом классе, а у него рост 196 сантиметров, да? Его быстрее надо туда, потому что еще полгода, год, и он потеряется, все. Понимаете, поэтому это обязательно надо делать. Это же так же, как вот в Москве эти центры олимпийской подготовки. Там же тоже все, там хоккеисты знакомятся с девушками из художественной гимнастики, женятся на них, разводятся, сходятся, но они живут там своей жизнью, они готовятся. А потом для многих в школах, которые вот на улицу хотел бы еще куда-то, а для него возникает, а я вот могу из города Похвестнево или из Кенеля, или из Клявлено и Кошек переехать в Самару и жить в этом центре. Но я должен иметь соответствующее достижение. Я должен вести правильный образ жизни, бросить пить, курить, тренироваться, добиваться результатов, и у меня открыта дорога. А потом, у нас же сейчас мы идем к этому, и спортивные будут стипендии для вуза, и вуз тебя с удовольствием примет, потому что ты можешь стать членом сборной команды вуза. Это очень правильно сделано. Если мы делаем, и это тоже правильно, для талантливых детей в математике, в физике, в кибернетике, в IT-технологиях, в инженерных науках центры, то мы должны такие же центры делать. Это тоже таланты. Это люди, которые посвятят себя раскрытию новых возможностей человека, человека высших спортивных достижений. Поэтому это обязательно надо. И это надо всячески поддерживать и развивать. У нас теперь новый губернатор, он наш Самарский, он понимает, что не только футболом, баскетболисты тоже хорошо. Это тоже хорошо. Раньше у нас был женский баскетбол, а теперь у нас поднимается мужской баскетбол. Больше чем уверен, что Дмитрий Игоревич обязательно поддержит это знамя. А вот я себе как-то отметил при первой же встрече с ним, я все-таки буду обсуждать с ним позицию команды Самара по баскетболу. Я хочу, чтобы она вернулась. К этому все основания есть. Там выстроена вот такая пирамида, как раз очень правильная, где детский спорт, юношеский спорт, юниорский спорт. Вот это вот наша команда. Теперь осталось ВТБ. И это все... У нас же в основном местные игроки. Наши игроки. И играют на равных. Да. С неграми, которые говорят, что они лучшие баскетболисты в мире. Ну, надо дать... Давайте дадим возможность Дмитрию Игоревичу обдумать все, продумать, оглядеться, осмотреться. Не надо рубить плеча. У нас есть бюджет на 2018 год, 2019, 2020. Там все прописано. Посмотрим, какие корректировки будут, что, как будет. А потом уже начнем задавать вопросы. Вот сейчас я считаю, я думаю так, а он думает иначе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова